Всем привет, меня зовут Макс, это Ленивый канал. И вы можете заметить, что мой голос низко хрип. В воскресенье я смог вытянуть свои связки для того, чтобы они работали как надо, но теперь это получается всё хуже и хуже, поэтому периодически вы будете слышать хрипы. Но выбора у нас нет, потому что если я не запишу видосы даже со хрипшим голосом, вы не увидите где-то недели-полторы, потому что голос быстро не восстанавливается. Что ж, сегодня мы продолжаем линейку моих собственных танков. И сегодня у нас период 20-30-х самых ранних годов. Сейчас я буду делать танк, который соответствует некоторому условному техзаданию. Причём, надо понимать, что это в любом случае будет экспериментальная концепция, потому что 20-30-е это время, когда ещё не было понятно, что нас ждёт впереди. Это будет максимально дешёвый, но при этом достаточно быстрый танк, сконцентрированный на уничтожении пехоты. Пожалуй, будет ли он многобашенным, я решу по ходу создания. Ну что ж, если вы готовы, мы потихоньку поехали. Так, давайте начнём с ходовой части, как бы это странно ни звучало. Пожалуй, мы выберем внешнюю подвеску. Это дешевле. Пожалуй, вот такую вот. В качестве катков выберем давайте вот такие вот каточки. Это будет машина, которая делается на базе, даже скорее, автомобильных колёс. То есть это типа шины для удешевления производства. Давайте мы сейчас немножко их... Так, здесь всё нормально. Да, интернет, лоялт. Так, вспомнить, где ещё это настраивается. Внесем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ладно. Так, 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 так. Сначала мы, конечно же, всё это слегка приподнимем. Так, берём кринку. Тут, естественно, клач, потому что ты не слишком дорого в этот момент. Мы приподнимем всё это где-то... Вот, пока что до такого уровня, чтобы она просто стояла. Так, теперь здесь. Мы не будем использовать надгусечные полки, это дорого. До начала мы сформируем общий контеп-корпус, а уже затем начнём где-то дело дорабатывать. Так. Мы делаем, пожалуй, что... Несколько более узкие гусеницы. Допустим, где-то вот так вот. Блин, это смотрит страшно. Если честно, возникает желание всё-таки переработать всё это дело. Допустим, вот так. Мы делаем всё это по-прежнему группами. Мы делаем вот так вот. Делаем распределение группы где-то вот. Так, давайте сделаем немножко всё-таки... Давайте вот так вот. Мы сейчас немножко выведем вперёд всё это дело. Так. Нет, я туда. Давайте делаем маленький, да. Вот так вот. Успеем уже. Угу. Вот так вот. Всё-таки в таком формате мы всё-таки воспользуемся. Нет. Давайте вот так вот. И тогда мы сделаем... Слушайте, а мне нравится вот такой вот дизайн. Пусть будет. Ммм... Да, где-то так. Ммм... Хорошо. Так вот. Мы сформировали базовую ходовку. Это весьма странное решение. 2 плюс 3. Однако, будем считать, что это вынужденное компоновочное решение. Мы всё-таки перемещаем наш споркет назад. И, пожалуй, его расширим для того, чтобы танк ехал быстрее. Давайте сейчас мы немножко поработаем над этим. Расширим диаметр где-то вот так. Вот это будет внушительный танчик. Здесь айдлер. Пожалуй, всё-таки мы немножечко изменим айдлер. Давайте. Нет, 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 нет. Что-нибудь... Да хотя бы... Ну, что-нибудь такое. Хорошо. Окей. Теперь немножко поработаем с бронёй. В принципе, тут даже базовой брони хватит. Будем считать, что 10-ти миллиметровая противопульная броня. Это то, что нам нужно. У нас общая длина 4 метра. Что, в принципе, вполне нормально. Ширина у нас где-то 1,70 метра. В принципе, прилично. Можно немножко поперстить. Окей, как-то так. Теперь мы всё-таки входим в реформу. Да. Что ж, начинаем. Для начала. Мы, естественно, берём так. Мы делаем... Так. Где он сплит? Нет. Перемещаем где-то вот так вот. И прям поверхность. Так. И нет. Выбираем. Выбираем. Так, минутка. Так, минутка. Хм. Хм. Я чего-то не понимаю. Ну, какого рожна? Нет. Не говорите, что они опять сломали нормальную симметрию. Потому что если да, то это ужасно. Давайте мы выделим грани тогда. Ну, грани теперь нормально тоже не выделяются. Прекрасно. Ага. Значит, мир работает именно так. Хорошо. Грустно. Грустно. Угу. Опять-таки. Убираем экстенд. Теперь здесь берем грань. Грань отпускаем. Берем точечки. Раз, два, три, четыре. Заполняем. Раз, два, три. Заполняем. Раз, два. Здесь еще одна точка, три. Заполняем, допустим. Хорошо. Угу. Здесь у нас будет, естественно, viewport. Мы ставим его сюда. И поскольку мы сейчас заботимся очень непосредственно на запасность экипажа, мы ставим сюда лючок. Так. Однако, мне теперь немножко не нравится вся эта штука. Select all. Мы выбираем scale. И чуть увеличим всю эту конструкцию. не здесь, а именно, что немножко вверх. Это вот так вот. Чтобы это смотрелось более-менее прилично. Теперь здесь немножко выдвинем вперед вот это вот все. Так. Теперь мы берем поверхности. Давайте, наверное, extend. Это странно. давайте выберем точки. Так. Это выглядит очень странно, так что нет, пожалуй. Так. меньше оставить не получится, да? Да. Ладно, хорошо. Давайте сделаем здесь все-таки лючок. Вот так вот. В принципе, протитнуться здесь сможет и механик-водитель. Ладно, хорошо. Теперь мы делаем непосредственно важный момент. Мы сейчас занимаемся уже непосредственно самим танчиком. естественно, у нас противопехотный танк, как я уже говорил. Поэтому немаловажную часть будут занимать пулеметы. Их у нас два. Находятся они прямо по курсу. Хорошо. Дополнительно башенку мы не будем рисковать делать. Здесь мы ставим, допустим, возьмем, пожалуй, такую штуку, как лыжу. Танк все еще предполагается для преодоления в том числе каких-то сильных рвов и окопов. Это может оказаться условно полезным. Нет, на самом деле мы-то понимаем спустя года, что это не окажется полезным. Но в те годы это вполне могло прийти в голову. Теперь мы возьмем, допустим, сделаем выхлопную трубу. Допустим, где-нибудь вот здесь вот. И поставим все-таки как-то вот. Так вот. Теперь делаем вентиляционку. Причем одну. Пусть будет здесь нагнетатель. Угу. А вот здесь у нас будет люк. Люк доступа и дополнительный выхлопной. Хорошо. Так. Теперь мы можем дополнительно поставить сюда. Давайте попробуем поставить сюда башню. допустим Freeform Torrent. Допустим. Теперь мы воспользуемся Slip Toe. воспользуемся вот так вот всей системой. Теперь мы немножко уменьшим непосредственно наш допустим диаметр вагона. Хорошо. И вот что я думаю. Поскольку это экспериментальный танк и хоть он противопехотный, но возможно могла прийти в голову идея, что танк может использоваться как противотанковое средство с максимально противотанковым бронированием. Поэтому сейчас мы займемся очень странно. Мы попытаемся превратить этот танк в возможно противотанковой составкой непосредственно на внезапно броню башни. То есть будет предполагаться, что танк и почему не могу выделить отдельную грань. Допустим. Ладно. Однограни сместим сюда. Вот так вот, да. Так, мы делаем настрой как mirrored. Вот так вот. Правда, почему-то наклонная получается, но да ладно. Впрочем, не страшно. Теперь мы немножко уменьшим всю эту конструкцию. Где-нибудь вот так вот. И теперь мы добавляем smooth angled. Ну, это перебор. Где-то вот так вот. То есть у нас условно летая башня с катаной ключей. Я считаю, что это в целом имеет право на жизнь. Мы не забываем, что мы очень сильно беспокоимся за счет боепитания. И у нас условно танк приспособлен в том числе для того, чтобы снаряды поставлялись башню снаружи. То есть танк закапывается в случае, ну, то есть, грубо говоря, тактика нашего применения очень странная по нынешним меркам, но это будем считать, что условная теоретическая подоплека. Короче, наш танк приезжает на место. Наш танк закапывается. После чего он может использоваться как стационарное противотанковое орудие, используя погрузочные вот эти вот люки для того, чтобы доставлять снаряды. То есть, ну, как примерно используется, к примеру, сао Акация, если кто знаком с этой штукой. Теперь здесь мы, конечно же, добавляем командирский лючок. Причем сложной формы сбоку, ну, потому что мы можем, почему бы нет. У нас достаточно дешевый танк, но при этом мы используем весьма новаторские решения для того, чтобы этот танк нестанно дешевизну в потенциале смог использоваться дальше. Конечно же, теперь с высоты наших лет мы понимаем, что нифига бы он дальше не использовался и скорее всего бы умер где-то в аналог истории, но тем не менее мы пытаемся сделать это несколько наоборот. Мы ставим сюда, естественно, поручневую антенну. на мой взгляд лучше всего отражает эту эпоху. Люблю поручневые антенны. Теперь добавляем пушку. Допустим, ганмаунт. Ну, тут все интересно. Мы будем использовать чешскую пушку. Эта пушка будет, допустим, ну, кстати, давайте сделаем это 75-мм но короткостволкой. Очень недлинный снаряд. У нас будет достаточно приличная база. И сам ствол имеет минимальную длину. То есть это этакая гаубица. Давайте немножко поэкспериментируем с длиной базы. Не, 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 это где-то вот так вот. У нас очень большой двигательный отсек, по идее это нужно как раз таки сколько у нас экипажа башни, подождите-ка. нас тут командир, у нас тут давайте наверно все-таки расширим нашу башню. Так. Раз уж на то пошло. Можно немножко сдвинуть всю эту конструкцию вперед. Где-то вот так вот. Здесь надо будет сделать люк обязательно для нашего наводчика. Ну и пожалуй наверное можно все-таки немножко сделать ее повыше. Я все-таки слишком переусердствовал. Ну в принципе да, где-то так. Хорошо. Теперь нам нужен непосредственно прицел наводчика. Допустим куда-то вот сюда. Естественно спаренный пулемет, куда что без этого. это будет более мелкокалиберная штука. Это будет именно с кареткой. Японский вариант расположения пулеметов. Их много. Хотя блин, они не влияют даже в таком виде. Сделаем вот так. Будем считать, что условно танк имеет неплохое вооружение во лбу и пулемет нужно до стреливания от пехоты. Хорошо. Наводчик заряжающий командир. Так. Немножко увеличим все это дело. Вот так вот. немножко посмотрим и вообще это у нас интерворт. Да, это вот хорошо. Так. Получается совсем уж тяжелый танк. Скорее такой условный танк артподдержки. расширим немножко кольцо. А собственно да, почему бы нет. расширим подбашенное кольцо. Это вот так вот. Вот так хорошо. Теперь броня. Броня это очень важно в данном случае все-таки поверхности. броня. И вот тут у нас будет уже что-то посерьезнее. Броня будет где-то 50 миллиметров. По тем временам это очень приличная броня. Давайте даже посмотрим. давайте все-таки даже так сделаем это непробиваемой броней на свое время. 60 миллиметров брони здесь. Возьмем вот эти поверхности. Где он где-то 30? Крыша и так непробиваема. Боковые поверхности будут иметь броню тоже в 30 миллиметров. Хорошо. Ну тыл десяточка тут понятно тут совершенно тонкий люк он так и так будет уязвим. убираем режим просмотра брони убираем этот тоже окей давайте посмотрим что у нас по так у нас максимальная скорость будет башни 20 градусов в секунду 2 секунды мы забираем кстати отлично хорошо мы сделали это вот наш выхлопник вот наша башня давайте займемся немножко декорированием ну допустим возьмем сюда люк любит находиться вот тут вот хорошо структурно структурно так здесь у нас можно все хорошо выкидывание у нас через люк здесь обязательно две фары позади у нас обязательно топ сигналы так ящики для зипа конечно же пригодятся все-таки это не первая мировая тут все-таки это нужно давайте расположим вот замашенная корзина да так вот теперь увидел проблему с антенной так получается фигня полная черт так антенна давай у нас не получится хорошо делаем все-таки стержневую антенну да немножко слишком современно но ничего страшного добавим дополнительные бьюпорты допустим здесь допустим вот здесь вот и допустим вот тут вот так куда делись пулеметы понятно пулеметы пропали так добавляем пулеметы куда-нибудь вот сюда вот нет все-таки в данном случае пулеметы будут мешать загрузке снарядов так что мы не будем использовать их здесь будем считать что танк вполне справляется с помощью базового пулемета добавим сюда пожалуй вот такой вот зенитный даже сделаем это скорее вот так вот ай будет отодвинем немножко чтобы он не мешал открытию люка хорошо теперь добавим еще немножечко люков потому что нашим экипажем нужно как-то выбираться допустим добавим люк и добавим вот такой вот вариант люка вот сюда хорошо теперь совсем аж последние штрихи в нашем декорировании так для пожаротушения тоже важно бревно там все еще рассчитан на говны так что пусть будет бревно достаточно по длине так что нормально давайте пробуем его закрепить все-таки видимо сбоку боюсь потому что не получится да не получится здесь оно несколько так все уменьшим вот до габаритов да вот так вот пусть оно будет закреплено хорошо теперь здесь размещаем маленькую лестничку вот так тоже забирать сюда сбоку так хорошо здесь поставим вентиляцию пожалуй тросы тут не нужны кардан отключим статьи отображение отображение кардан здесь тоже вот эта вот штука здесь нигде не разместить его неправильно называю карданом но впрочем не обращайте внимания здесь было бы неплохо разместить какие-то view порты но подходящих view портов тут нет а вот эти вот совсем странно сюда влезут так что пожалуй нет мы пожалуй попробуем сделать это как-нибудь по-другому ладно теперь давайте поработаем немножко с двигателем у нас сейчас быстрый двигатель V6 давайте поставим все-таки V8 у него будет вот так вот по 60 максимальный 1900 минимальный 1400 388 лошадиных сил наш танчик весит 10 тонн всего кстати что неплохо давайте посмотрим пока что как он гоняет тут даже сейчас на не настроенной трансмиссии абсолютно не настроенной трансмиссии гоняет не неплохо трансмиссия совсем не настроена это конечно древянный кошмар я не могу на это смотреть так давайте посмотрим снова трекса спержен тут я по-моему где-то накосячил неплохую давненько я не работал стран нет это пока все еще деревянно прям совсем да прям совсем отвратительно ужасно давайте уменьшим длину торсионов где-то до 0,5 0,6 и диаметр где-нибудь поставим 50 но честно говоря это по-прежнему что-то как-то не очень вообще танчик получился слишком маленький на мой взгляд вот за это не особо люблю базовый новый конструктор общий у него так что давайте посмотрим собственно его общие характеристики давайте у нас 0,6 2,4 3 1,8 9 да в принципе не так чтобы прям все ужасно давайте снова посмотрим на торсионы так так да что ж такое что ж они так еще такое дерево я видимо совсем уже отучился работать с трансмиссией потому что сходу не пойму в чем проблема но это неправильно так оно быть не должно давайте попробуем сделать вот так 3 30 30 30 я сказал у меня иногда возникает ощущение что просто сейчас поломано так ну ладно это уже куда не шло все равно очень резко мне это не нравится очень деревянненько возможно проблема в том что я никогда не строил легкие танки я правда никогда не строил легкие танки так давайте попробуем пройти сейчас большой ров мы не проходим большой ров грустно но это явно из-за того что не хватает базы ничего хотя можно переместить ковш подниже по идее это должно помочь в данном случае ковш слишком высоко это очевидно я сразу этого просто не заметил ну а если с наскока с наскока спокойно вот с места не получится ну в принципе не страшно с другой стороны я так понимаю что эта штука спокойно пройдет в любом случае вот этот ров да с места даже такой ров с трудом проходит что ж то печально давайте немножко изменим расположение нашего правда а ну это даже не закрывает вот эту систему что ж хорошо не вижу проблем тогда можно здесь расположить дополнительные тогда допустим выхлопники так мобилити engine а собственно а собственно да так пока что это не финальная настройка это просто решить что-то вообще как-то ехал мне абсолютно не нравится как работает подвеска я буду разбираться потому что ну ладно господи когда я делаю легкие танки давайте откровенно никогда теперь пробуем с места пройти вот эту лошадь устанавливаем тебя а вот теперь нормально еще раз теперь под углом вот теперь хорошо может быть даже получится пройти широкий окоп шансов конечно немного но на большей части давайте попробуем немножко переместить спрокет спрокет айдлер давайте пробуем сделать вот так вынос немножечко вперед вот 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 они слишком срежут общий угол зато позволит нам несколько сделать все более что так вот здесь вот явная проблема наблюдается давайте мы сделаем где-то вот так но поскольку это крепеж здесь не расположена никакая трансмиссия то в принципе как-то сюда все это уместить будет да мехводу придется пробираться через полочку что не очень удобно но с другой стороны не все так страшно пробовать второй как сейчас работает апах и так неплохо неплохо так теперь смотрим подъезжаем да все-таки одной колесной пары не хватает но я повторюсь в этот танк закладывается ряд конструкторских ошибок то есть это пытка облегчить ходовую но очевидно низкопровальная имейте ввиду то есть да я понимаю что сюда лучше добавить еще один каток и все будет работать лучше да вообще тут много можно перекомпановать но это именно пытка сделать танк 20-х то есть ну скорее поздних 20-х да с весьма интересными идеями типа забронированной башни что не совсем характерно до того времени с весьма современной пушкой 75 мм но это типа короткоствол факт это гаубица с точки зрения этого танка то есть это не противотанковая пушка скорее всего у нее в боекомплекте в случаях 20-х годов вообще бы не было каких-то бронебойных снарядов вся конструкция по идее должна быть клепаной давайте мы сделаем помятую о предыдущем танчике вот так вот и поставим сюда какую-нибудь декалечку вот так вот вот потому что так хочу что ж назовем это D129 допустим Light Artillery Support Vehicle ну что ж вот такой лаз бы получился на мой взгляд весьма интересная машина теперь пишите хотите ли вы видео в бою если хотите то я обязательно это сделаю в этот раз я не забуду сделать важный момент нажать эту кнопочку пишите что вы считаете в ней не соответствует времени или что вы считаете наоборот получилось хорошо ну а на этом будем заканчивать впереди нас ждут испытания этой машинки в бою если вы этого захотите а затем наконец-то 30-е и потом уже более-менее те танки которые вы ждете то есть танки условный второй мировой ну на этом все с вами был Макс на новый канал до встречи в новых видео надеюсь вам понравилось пока субтитры 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 субтитры